Около двух тысяч исковых заявлений о сносе незаконных строений столько подано администрации курорта в суд за неполные четыре года. Более половины из тех домов, о которых идет речь, приговорены к сносу. Вторая часть это фактический снос. Мы в этом плане подготовили обращение и запрос в Федеральную службу судебных приставов, чтобы заложили средства на снос. Ну и кроме того, продолжаем работу по расторжению договоров аренды, там где были договоры аренды с такими арендаторами. Статистика показывает Сочи в этом направлении в числе лидеров по проведенной работе. Именно на курорте родилась инициатива, которая уже стала законом о запрете судам узаканивать самовольные строения. Но не менее важная задача не допустить возведения новых незаконных объектов. Сейчас работа идет, но требует колоссальных затрат от государства. Ведь стоимость сноса дома равна цене его постройки. Страдает и облик курорта, его инфраструктура и экология. Глава Сочи требует немедленных, жестких мер от контролирующих организаций, не только от них. Застройщики уграбляют город самостроями. Распределите город на квадраты, на микрорайоны. Закрепите за этими микрорайонами, ответственных от этого своего управления. И если вдруг где-то кто-то начинает что-то строить незаконное, привлекайте казачество. Вот здесь есть представитель казаков, атаман. Я ему дам поручение, если вы боитесь, а я ему даю поручение. Начинается стройка, выставляйте туда людей, выставите. Решение принято. Теперь казаки будут защищать свой город от незаконных строений. А вот то, что должно сделать город еще красивее, можно было видеть прямо в зале заседания. Новогодние украшения – напоминание о начале подготовки к празднику. В парке Ривьера приготовления уже идут. Снег выпал пусть и искусственный. Шапку Деда Мороза примеряет символ наступающего года. Всего на площадях курорта появится 26 больших елок. Но на совещании подчеркнули – украшены должны быть и все сельские округа. Праздник придет на территорию всего Большого Сочи. Сегодня почти треть сочинских здравниц, гостиниц, зон отдыха уже начали готовиться к празднику. Там украшают фасады, подсвечивают ограду по периметру. Но в полном новогоднем убранстве курорт его жители и гости города увидят уже через несколько дней.